О проблемах экологии доступным языком детям о сложных процессах уже 16 лет рассказывают в театре «Зеленая волна». В нем занимаются дети со второго класса. Он появился при восьмой библиотеке и тогда был первым. За прошедшие годы появились последователи и теперь в Череповце устраивают экологический фестиваль «Зеленая волна». Темами спектаклей становятся проблемы загрязнения воздуха, незаконной охоты, здорового образа жизни. Мы стараемся составить такие спектакли, о которых очень подробно рассказывается о той или иной экологической проблеме и находить способы их решения, то, каким образом можно выйти из той или иной ситуации. О проблемах и о том, как их решать, говорили сегодня на 11-й межрегиональной конференции. В Вологда, Сокол, Ярославль представители библиотек и музейных объединений из разных городов делились своим опытом. Экология, здоровый образ жизни, отношения в семье, воспитание детей с ограниченными возможностями. Темы решили поднять самые разные, но каждая из них является злободневной. Почему она называется лабораторией? Потому что здесь обсуждаются практические моменты, как библиотекари практически могут повлиять на экологическое состояние окружающей своей территории. Участники конференции считают, что большинство проблем взаимосвязаны. Отношение человека к себе, к окружающим, к природе накладывает отпечаток на жизнь. И если раньше библиотеки были центрами культуры, теперь их роль заметно уменьшилась. И взрослые, и дети чаще пользуются интернетом. Замечательный и интересный человек Людмила Георгиевна Рувинова. Она декан факультета, которая готовит экологов. Она сказала, что состояние нынешней природы, окружающей среды, экологии – это плата за наше благополучное существование. Участники сегодняшней конференции уверены, что преодолеть сложившиеся проблемы можно. Для этого нужно просвещать детей, учить их любить природу. Экологические театры с этим успешно справляются. Но есть и другие формы просвещения. Возможно, опыт иногородних специалистов приживется и в Череповце. Полина Остапчик, Сергей Павлов. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok